Всем привет! Это Челент Травел Лайф. Сегодня мы запишем отзыв, стоит ли переезжать на ПМЖ в Черногорию. Если бы мы говорили еще 5 лет назад, ответ был бы другим. Но сейчас, в 2018 году, ответ четкий. Нет, не стоит переезжать. Почему? Ну, давайте, наверное, по стандартной схеме начнем. Отношение к русским. На самом деле, в Черногории нет вообще никакой разницы, русский ты или не русский. Отношение к русским никакое. Такое, вообще никакое. Главное, чтобы ты платил деньги. Так как сейчас страна переориентируется полностью на туризм, то главное требование того, кто приезжает, чтобы ты был платежеспособен. Да, и вообще особо без разницы, кто. Легально ты вообще легальный человек, или там хакер, бандит. Вообще абсолютно не важно. Главное, чтобы ты привез бабло. То есть это ассоциируется с Кипром 90-х. Почему такое появилось? Дело в том, что черногорцы планируют вступать в Евросоюз, и становиться европейцами, поэтому они попрощались со своей промышленностью, и сейчас идут путем Хорватии. Делать деньги только на туризме. Поэтому и цены теперь тоже стремятся в сторону Хорватии. Становится просто дорого. Но при этом, если вы в Хорватию едете, у вас там типа такой, знаете, я, мол, на элитном отдыхе, тут яхтсмены, а Черногория навсегда ассоциировалась с бюджетным отдыхом, недорогим, без визы и прочее. Сейчас это не так, далеко не так. Например, подтверждает это то, что отзывы от русских, ну, там, о кафе, о ботелях заканчиваются в 2016 году полностью. То есть вообще не найдете отзывов. Просто русские перестали ездить, потому что цены поднялись в 2-3 раза. Сейчас они сопоставимы с Италией. Ну да, в Риме не съездить дешевле, чем в Черногорию на 2018 год. Вот мы там были, ну, как бы, это просто несравнимо. Вот представьте Россию в середине, в 1995 году, какой-нибудь там район Москвы. Вот так вот выглядит вся Черногория, кроме трех городов. Давай пример про цены сначала. Допустим, вы приезжаете в гостиницу, вы берете хостер, причем там в четырехместном номере, и он вам стоит 30 евро в день. Это, конечно, находится в старом городе, но это неадекватно высокая цена. Ну да. Не в сезон, конечно, будет дешевле, но... Ну и сюда там делать нечего. Про климат чуть позже скажем. Средственно, все там подорожало, продукты стоят дороже, чем в России, апартаменты арендовать стало дорого, машину там как-то обслуживать тоже. В общем, все дорого стало. Прямо вообще нельзя назвать, что Черногория это бюджетная. Да, вот с 16-го года у них реально, вот когда русские перестали ездить, у них цены поднялись в 2-2,5 раза. Это, в общем, из-за проблем в экономике. И, в общем, Черногория теперь даже ни капельки не ассоциируется с каким-то более бюджетным местом. Дешевле сейчас ездить на Кипр, дешевле слетать в Грецию, чем в какую-то Черногорию. Если не выходить за пределы Будвы, Кадора, Либо Тивата, то Черногория окажется, ну, приятным курортом, такой нормальный, на море, все здорово. Пляжей нет. Ну, если выехать за пределы, то видно, что страна находится в депрессии, в кризисе, в упадке, и это очень сильно чувствуется. Ну, ладно. Очень много разбитых городов, и как-то все очень грустно. Да ладно-ка, через 15 лет будут европейцами. У всех такой тернистый путь сдать промышленность на европейцах. Ну, ладно. Что касается недвижимости, по ценам. Вот мы заметили такую особенность, что те, кто приехали жить в Черногории, я не говорю, что это 100%, но большая часть населения это такие люди с каким-то оттенком криминального прошлого, по крайней мере, попали. Ну, короче, бандюганы. Вот представьте тех бандюганов, которые вы в конце 90-х терли там на терках, такие с четками, лысые такие набридо-побритые. Половина людей, кто ездит там на офигенно дорогих джипах, а на российских номерах, кстати, они там и покупают недвигу. Стоимость недвиги от полторы тысячи евро за квадрат. Причем строят там не очень хорошо, но полторы тысячи евро за квадрат это 150 тысяч рублей. Это очень не ослышали. Это в Москве можно дом нормальный купить за такую цену, то есть на Кипре дешевле. Сто квадратов сколько вам обойдется, да? В 150 тысяч евро? Это жесть. Это просто невообразимо. А почему такие цены? Вообще, кто покупает в полуразрушенной стране недвигу, а тот, у кого деньги нелегально. По крайней мере, это наше предположение. Это мы так придумали. Это у нас ГЛАС складывается. То есть люди переезжают с мешками НАЛА, как на Кипре делали в 90-х, выкладывают их на стол и берут себе недвигу за такую астрономическую сумму. Почему в Черногории это все окей с этим? Потому что в Черногории, кстати, обращается евро. Евро? Черногория не входит ни в ЕС. Оно не входит в Совет ЕЦБ. То есть они просто нелегально у себя в стране обращают евро. Жуть. И как бы ни о каком финансовом контроле и регулировании вопроса идет. Главное, чтобы кто-то взял и им НАЛА в чемоданах привез денег. Конечно, есть те, кто покупает какие-то недорогие домики за совсем другие цены. Но это, видимо, какой-то отдельный небольшой рынок, о котором публично не говорят. Ну так было раньше, наверное. Эти большие цены пишут на всех билбордах, во всех изданиях. То есть нужно как-то просто познакомиться, если покупать более бюджетный вариант. В общем, а у аудитории, которая туда переезжает, вы примерно понимаете? Ну и, собственно, их там много. Это просто можно запросто заметить. Они, видимо, больше никогда не возвращаются в страны СНГ. Просто там засели. Далее. А работа? То есть в Черногории вообще негде работать. Сейчас все завязано. Туризм. Да там даже людям негде. У них безработица чуть ли не половина населения. Они там заявляют безработицу 15%, но фактически... Это не так. Это не так. У них просто нет работы. У них раньше была металлургия. Черная. Черногория. Черная металлургия. И много-много остальных таких вот сопутствующих производств. А чтобы вступить в ЕС, надо их сдать. Они их сдали. И, грубо говоря, теперь там... Я почитал в Википедию английскую. Там написано, что Черногория растет космическими темпами из-за сближения с ЕС. Ну, короче, мы съездили, мы этого не заметили, как она там растет. Наверное, еще показателем служит, что мы планировали остановиться в Черногории на 10 дней. Нет, нет, нет. Ужасный климат. Ужасный климат. В итоге там постоянно дожди, туманы. Я бы его назвал резко континентально, как у нас в Новосибирске. Резко континентально морские. И что вот самое тяжелое, это зимы. Например, зимы есть в Болгарии, Кипр. Там просто холодно. Просто у вас температура такая же в квартире, как и на улице. То есть здесь к такой температуре прибавляются еще очень жесткие ветра с моря. Продувают все дома. Вот раньше, это было нулевые годы, я вот слышал отзывы знакомых, вот они покупали домики в Черногории. Видимо, это дешево тогда было. Тогда еще было и ассоциировалось с нормальной жизнью. Но они говорят, что жить там невозможно, кроме двух месяцев. Жить можно июль и август. В мае, вот мы были в мае, в середине, наш дом продувается насквозь. Просто. Влага, холод, дождь. А зимой может быть ноль. Это просто жуть. То есть пишут, описывая какие там ветра, описывают, что, например, после зимы нужно постоянно обновлять полностью фасадом, потому что штукатурку снесло там ветром просто нафиг. И что, конечно, зимой не сказать, что там комфортно и приятнее, чем какой-нибудь Сибирь. Мне кажется, вообще там сопоставим с Дальним Востоком на побережье океана, например, такие ощущения. Не факт, что там лучше где-то в России. И в итоге, а, еще забыл сказать, пляжей нет. Пляжи хуже, чем в Сочи. Они каменисто, острые, острые камни на пляжах. Там не везде галька. Дно, оно полностью зеленое. Грязное, взрослое, вот это Адриатическое море, не забываем, по-прежнему. Это оно, пляжи, конечно, гораздо чище, чем в Хорватии, потому что, как таковых, портов в Черногории нет. Есть только там один. Ну, то есть, нефть там не плавает, но это не означает, что они хорошие. То есть, особо там, море будет, конечно, ну, ну, море с камнями, с галечкой, не сказать, что оно приятное. Вода прогревается, и она не очень соленая, потом прогревается, но достаточно поздно, остывает быстро. Да, в итоге, из-за атмосферы, из-за всего, нам пришлось просто отель отменить, что просто невозможно там находиться дольше. Наступает ужасная депрессия, вокруг тебя ходят люди бандитоватого вида. Либо местные и грустные, потому что у них безработица, их страна внезапно обнищала, хотя Четлогория была достаточно нормальной, богатой страной. Либо какие-то местные, которые, местные, приехавшие сюда, тоже будут грустные, потому что они купили себе там, недвижимость, а выехать запретил, особо-то не могут. Ну, нелегально, ребята там, со статусом все. Поэтому, конечно, атмосфера такая, депрессивная. Ну, не надо писать о том, что вы с каким настроением вы приезжаете, то вы получаете. Или, типа, вы мудаки, поэтому и у вас, типа, такое мудатское нет, ребят, дело не в этом. Да, дело не в этом. И, в общем-то, все. Я вот не знаю даже, что назвать плюсами в Черногории. Ну, наверное, то, что достаточно быстро будет адаптация к языку, потому что все-таки это вот сербская такая группа, она достаточно понятна. Не сербская группа. С 2006 года черногорцы сказали, что сербского языка теперь больше нет. Теперь только черногорский. И, кстати, самое смешное, что в Черногории разрешены две для внедописанности. Это кириллица и латиница. Раньше было все на кириллице, сербский же язык, да? И они за последние четыре года убрали все вывески, закрасили всю кириллицу, все латиница. Видимо, был какой-то отдельный грант, чтобы массово все поменять, знаки, указатели, улицы. И сейчас там, как в Хорватии, то есть тоже, вроде, сербский язык, хорватский язык, но на латинице. То есть, наверное, все-таки неправильно сказать, что у них там к славянам отношения никакое. Ну, вот такое. Вот они сейчас изгоняют полностью из себя кириллицу. Ну, а кому интересно, как получить конкретно ПМЖ, ВНЖ? Там очень просто. Просто платите бабки и получаете. Там даже особо делать ничего не надо. Ну, при этом это Неверсоюз, это не Европа, то есть... Это какая-то непонятная страна. Вы даже особо-то в Албанию не сможете поехать, наверное. Ну, да, вы сможете, если получите местный ПМЖ, там все равно нарядом можно. А так, а судьбы ограничены в своих границах. Больше вам ничего не даст. То есть, просто нету плюсов? Ну, да. Пожалуй, больше плюсов-то и не назовешь. Позочкой. Ну, в общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите свои впечатления о Черногории. Если кто туда переехал, напишите, как оно там есть, напишите, насколько мы неправы. Задизлайкайте это видео. Напишите, как мы ошибаемся и попробуйте... Аргументировать, а не просто сказать два говнюка разбазарились с аргументами. Попробуйте объяснить, что действительно сейчас все не так и мы неправы. Субтитры сделал DimaTorzok